Друзья мои хорошие, всем лучшей добра, всем здравствуйте! Вы на канале Волкофрения и с вами рубрика «Все, что я нарыл на эту новинку». Ииии гость нашего сегодняшнего эфира – ММОшечка The Day Before. Вы заинтригованы? Ну конечно, поэтому наливайте кофеюшечку, жмите лайкушечку и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Как вы по зомби-апокалипсисам? Да, опять. Да, не очень оригинально, но, видимо, востребовано, если судить по реакции геймеров. Как я уже сказал, грядущая новинка – это ММО с элементами выживания, но не просто там какая-то, а сурвайвал-экшен от якутской студии Fantastic. Хоть разработчики ребята и отечественные, а зомбаков своих они отправили не по нашим березовым рощицам гулять, а в заграничную Америку. И правильно, мне кажется, сделали. Судя по антуражу, действия разворачиваются в Нью-Йорке, по которому прошлась лютая глобальная пандемия. И это не корона, тут кое-что повеселее. По улицам теперь бродят инфицированные зомби, жаждущие плоти. И бок о бок с ними – выжившие, готовые продать душу за банку тушенки. Тут уж и не ясно, кто опаснее. По сюжету, вы просыпаетесь в мире, который уже не помните. Пытаясь найти ответы и разжиться ресурсами для выживания, вы отправляетесь в долгий и опасный путь. Итак, что мы имеем? США, урбанистические локации, апокалипсис, сеттинг и общая картинка The Division, ты ли это? Ладно, ладно, пока без ярлыков. Давайте разбираться по порядку. Проект действительно называют плодом Саити той самой The Division и The Last of Us, но в своем интервью якутские ребята естественно гордо заявили, что их проект – игра уникальная, ниоткуда не слизанная и ни на кого не похожая. Их доводы расскажу вам чуть позже. Для начала пару слов о самой игрушке, идет? The Day Before находится в разработке уже почти два с половиной года, и за это время нам успели скормить парочку трейлеров, четверочку, если быть точнее. Нам показали даже геймплей проекта. В отличие от других среднестатистических ММО, здесь вы не только сможете исследовать открытый мир, но и будете вынуждены это делать, чтобы находить припасы и оружие, необходимые для выживания. Вам также придется постоянно контролить температуру тела своего перса, жажду и энергию. Причем все эти показатели не берутся с потолка, а формируются исходя из ряда факторов. К примеру, погода на улице или еда и напитки, которые ваш ненаглядный герой поглощал. В общем, прямо как в жизни. Но на диету сесть не получится, ведь оголодавший персонаж постепенно теряет здоровье. Почти весь минималистичный интерфейс отведен под эти параметры. Лутать можно все и вся. На видосе видно, как герой достал из раздолбанной тачки ковбойскую шляпку и тут же принарядился. А при драке с торговым автоматом получил от него баночку газировки. Что касается стрельбы, тут нужно быть аккуратней. Системы укрытий у нас не имеется. Перса можно поставить на корточки, чтобы куда-то незаметно прокрасться. По мне, так визуально смахивает на The Last of Us, как и интерфейс крафта, кстати. К слову о стрельбе, одними волынами тут не ограничиться, ибо разработчики обещали вручить нам огромное количество различной техники. Главное же отличие от пресловутых игрушек-близнецов, наличие управляемого транспорта. В самом городе, конечно, для машин будет тесновато, но, чуток приноровившись, вполне себе можно стать первоклассным гонщиком. Вы сможете свалиться на тачке с гор, погонять по трассе, вылететь в кювет, помесить грязь и глину. Привет, сноураннер! Да избивать трупаков в свое удовольствие вам никто не запрещает. Не забывайте лишь пополнять запасы топлива. Пвп тоже присутствует. При встрече с недружелюбной, но вполне себе живой, тим и других игроков, вы можете не только убить всех, кто косо смотрит, но и прикарманить их лутецкий. Поэтому тут надо быть осторожней, не рассчитав силы и откиснув. Можно лишиться всего своего барахла. Пока не ясно, можно ли сохранить свой лут на случай смерти. Помимо злобных человеческих компашек, опасность несет и сама природа. Снежная буря, например, которую нам показали, не только ухудшает видимость, но способна насмерть заморозить вашего перса. Необходимо оперативно искать укрытие. Ну и главная опасность – это, конечно же, зомби. Они реагируют на громкие звуки и не пренебрегают остатками глаз, поэтому при стрельбе к вам может нагрянуть целое стадо мертвяков. По словам создателей, они старались сделать зараженных максимально опасными и реалистичными. В какой-то момент с этим даже слегка переборщили и пришлось балансить зомби заново. Других видов и подтипов тварей в игре не будет. Но не все вокруг хочет вас убить. Вы же не в Австралии все-таки. На просторах открытого мира будут встречаться мирные поселения выживших. Там можно будет продать уже ненужные сокровища или, наоборот, прибарахлиться оружием и боеприпасами. Может и нарядец, какой найдете. Потому что кастомизация персонажа в игре тоже ожидается. Да, еще ведь обещал вам про интервью с создателями рассказать. Вот что Айсен Готовцев, один из сооснователей студии Фантастик, ответил по поводу сравнения проекта с уже существующими играми. Мы не пытаемся создать чью-то копию. Мы идем к созданию лучшей версии The Day Before из тех, что могли бы быть. Однако ребятам якобы приятны сравнения The Division и The Last of Us, ведь это, по их мнению, эталон качества, и авторы вдохновлялись сильными сторонами названных проектов. На вопрос о том, почему сюжетка развивается в Америке, Айсен ответил, она является идеальным местом для зомби-апокалипсиса. В ней есть своя уникальная атмосфера, которую заложил Голливуд. По поводу баланса PvP и PvE контента нас уведомили, что The Day Before больше ориентирована на PvP с управляемыми и противниками. Но чуть позже нам обещали рассказать о многих интересных фишечках PvE. Что касается прокачки персонажа, то, по словам создателей, все зависит от скилла самого игрока. «Мы хотим, чтобы каждый игрок, вне зависимости от количества часов в игре, состоял на равных условиях с новичком», — сообщил Готовцев. The Day Before также может похвастаться полноценным сюжетом, собственным лором и историями, которые передаются через разговоры с NPC. Дополнительные активности тоже обещали, но пока без подробностей. Что до открытого мира, помимо самого города и его окрестностей, геймеров ожидают довольно обширные локации — фермы, необъятные луга, небольшие поселения, леса и горы и даже таинственные бункеры. Так что посиделки у костра, по заявлению авторов, которые показали на одном из скриншотов, — это лишь малая часть того, что вы сможете делать в The Day Before. В роли издателя проекта выступает один из самых успешных отечественных мобильных разработчиков Майтона. Основатель издательства Алексей Ушницкий рассказал в своем твиттере, что у компании в планах выпустить игрушку не только на ПК, но и на консолях. Также он отметил возможность появления игры на мобилках. Правда, пока не ясно, в каком именно виде. Ну что ж, собственно, это все, что известно о новинке. Стоит еще упомянуть, что дата релиза на данный момент не объявлена, но при анонсе нам что-то говорили о втором квартале 2021 года, а эти сроки, кстати, истекают уже в конце июня. Не очень верится, что в этом месяце мы получим игрушку на свои компьютеры, но чего в жизни только не бывает. Что касается моего личного мнения, на данный момент проект выглядит очень даже неплохо, и даже вселяет надежды на рождение достойных отечественных ААА-проектов. Что же до всеобщих комментариев по поводу плагиата и ворованных идей у заграничных издателей, тут уж, друзья мои, все субъективно. Да, есть похожие моменты. Но назовите мне приличную игру, которая ни намеком не повторяет чужую идею. Зачем изобретать колесо, если уже все придумано? Тем более колесо это достаточно рабочее. Да и вообще, я думаю, что общая негативная реакция на появление новичка в этом жанре объясняется простой банальной токсичностью нашей аудитории. На Западе, между прочим, игрушеньку приняли очень тепло, так что не зря, наверное, Фантастик изначально нацелились на заграничный рынок. В общем, надеюсь, совсем скоро мы уже все увидим. Тогда более детальный обзор мнения от меня вам обещаю. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, долбить в колокольчик и делиться своими комментариями. Давайте обсуждать вместе. Лучей добра! Субтитры создавал DimaTorzok